На самом деле мы очень плотно и уверенно готовились. Мы ехали сюда именно за победой. Но вот именно, мне кажется, в эмоциональном плане мы немножечко сдали. Это единственное поражение сильнейшей команде молодёжной лиги по волейболу Казанскому «Динамо» нанесли наши протоночки. Две игры в рамках чемпионата вновь проходили в Балаковском спорткомплексе «Алибатрос». Протону помогли родные стены и болельщики. А вот лидеру сезона чего-то не хватило. Кажется, у нас в конце просто не было команды. Мы шли вначале плечо к плечу. Каждый друг поддерживался, друг другу помогали. Но в конце что-то не пошло у одного игрока. Сразу сбылась вся команда. Мы понимали, что этого допускать нельзя, но при этом эмоции дали в бой. Несмотря на то, что команды в этом сезоне часто играли на одной площадке, в предыдущих турах они не встречались. Только наблюдали друг за другом, изучали тактику. И первая игра «Динамо» к «Барсуор» и «Протона» в седьмом туре началась с яростных атак, в результате которых лидер постоянно менялся. В ситуацию приходилось вмешиваться наставникам, которые настраивали девушек и буквально возвращали им боевой дух. В этот день сильнее и увереннее на площадке оказалась казанская команда. И это было вполне предсказуемо. Они лидеры, я считаю, чемпионата. А мы боремся пока только за попадание в шестерку. Соперники «Протона» говорят, что наша команда очень заряжена и играет дома. Так случилось и на следующий день, когда хозяева площадки вновь встретились с «Динамо» и показали, на что способны. «Самое главное – эмоционально собраться. Очень хотелось выиграть». «Протон» после первого поражения мобилизовался, а вот казанская команда, кажется, растерялась. И этим воспользовались «Протоночки», постепенно наращивая преимущество в игре. В конце поединка у «Динамо» совсем пропал прием на подачу Инессы Бабенко, и матч оказался проигран. И это несмотря на то, что наша команда фактически выступала новым, не очень сыгранным составом. «Мы первый раз этим составом играем, потому что нам добавили Настю Чернову и Катю Тудоровичу. Чернова играла раньше в молодежке, она и начинала ближние к связке. И поэтому больше состав искал, который будет играть». В составе «Протона» есть еще один незримый, но очень важный игрок – компания «Фосагра», которая в регионах своего присутствия поддерживает не только детский, но и профессиональный спорт. Балаковский филиал «Ао Апатит» компании «Фосагра» связывает с «Протоном» общая история. Чуть более 30 лет назад именно по инициативе руководителей предприятия была создана волейбольная команда «Синяя птица», которая впоследствии и стала «Протоном». Именно поэтому «Фосагра» неизменно оказывает поддержку волейбольному клубу. «Генеральный спонсор, это о всем говорит. То есть основной спонсор, я считаю. Без него бы, я думаю, команду очень тяжело было бы». По итогам седьмого тура наша команда занимает девятую строчку в турнирной таблице. Но впереди у «Протона» еще несколько игр в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги. У многих команд есть пропущенные матчи, и их будут доигрывать примерно до середины марта. Даже финальный раунд сдвинули на более поздний срок. Скорее всего, он состоится в начале апреля. Тогда и определится лидер сезона.